МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. Через годы, через расстояние сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь продолжается. Как уберечься от менингита и угрожает ли нам вспышка заболевания? Наш корреспондент услышал экспертное мнение. Воздух родины. Дети чувашских диаспор со всей России и из-за рубежа отдыхают в республике. В эти дни в Чувашии с рабочим визитом находится делегация Республики Беларусь. В Чебоксарах намечено заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между двумя республиками. Официальная встреча главы Чуваши Михаила Игнатьева с министром промышленности Беларуси состоялась сегодня в Доме правительства. Инвестиционная привлекательность Чуваши основана на эффективной работе предприятий и международного сотрудничества. Беларусь один из ведущих торгово-экономических партнеров Чуваши. Торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Министерством иностранных дел Беларуси и правительством Чуваши уже более 10 лет. На встрече с главой Чуваши Дмитрием Катериничем и Михаилом Игнатьев обсудили новые перспективы сотрудничества между республиками. В составе беларусской делегации представители 11 компаний. Гости посетили чувашские предприятия с целью расширения новых направлений работы компаний. С теми странами, которые наши предприятия работают, конечно, Беларусь для нас является основным, экономическим, научно-торговым. Сотрудничество, если взять по всем направлениям, соответственно, между нами связи такие хорошие наладились. Экспорт тоже растет, импорт тоже растет, значит, мы в правильном направлении двигаемся. За эти два года многое изменилось на многих предприятиях. Я увидел уже современное новое оборудование. Это говорит о чем? Это говорит о том, что предприятия развиваются. Ну и действительно, вы правильно отметили, товарооборот между нашими странами развивается очень динамично на самом деле. Внешний торговый оборот Чуваши из Беларуси в прошлом году составил почти 85 миллионов долларов. При этом экспорт увеличился в 2,6 раза, достигнув 46 миллионов долларов. Стороны рассчитывают, что обороты будут только расти. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. После протокола сели за стол переговоров. Вместе с итогами двухлетнего сотрудничества говорили и о перспективах. Стороны подписали новый документ с планами до 2014 года. Чем полезны республики друг другу узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Торговый оборот между республиками увеличивается каждый год. Чуваша закрепилась на белорусском рынке и покрыла одну десятую его часть. За рубеж вывозится электроника, железнодорожные локомотивы, трамвайные вагоны. На рельсы власти рассчитывают поставить и другой проект. На одном из чувашских предприятий работают ткацкие станки из Минска. В республике планируют открыть центры, которые специализируются на ремонте этого оборудования. Возможно, по станкостроению нам нужно создавать как-то уже, возможно, даже какое-то совместное предприятие и оказывать вот эти услуги не только по поставке нового оборудования новых станков, но и по модернизации уже тех, которые работают на наших предприятиях. Новыми сервисными центрами планируют привлечь покупателей белорусской сельхозтехники. Тракторы и комбайны из этой республики чувашские аграрии приобретают и сейчас. Но на пятки производителям наступают ростовские заводы. Чтобы увеличить продажи, покупателям предложат более оперативный сервис. В последние годы мы особо много внимания уделяем сейчас сервису. Ну, наверное, неправильно, когда комбайн идет уборочная и в каком-то хозяйстве. Возможно, этот комбайн небольшой хозяйства, он один-единственный и вдруг остановился по какой-либо причине. Безусловно, в течение суток надо обеспечить работу не более этого комбайна. Поэтому мы создаем у наших дилеров склады по запасным частям, создаем специальные бригады на время уборочной, которые могут в любой момент по звонку выехать. На совещании белорусский министр не раз указывал на упущение в совместной работе. Республике сейчас необходимо научиться экономить на электроэнергии. Промышленным предприятиям приходится выплачивать до 15 центов за потребленный киловатт. Технологии, которые применяют в Чувашии, эти затраты помогут снизить в разы. Российские ноу-хау в Белоруссии используют и при строительстве атомной станции. Чувашия уже поставляет за рубеж релейные установки. Продукция этих предприятий включена в каталог и уже часть продукции используется в строительстве нашей атомной станции. Я думаю, что будут увеличиваться объемы поставки продукции предприятий Чувашии на атомную станцию. Вообще на Чувашскую электронику белорусская сторона делает ставку. На совещании гости отметили, что в этой отрасли наша республика в передовиках. Власти уже сейчас планируют в несколько раз увеличить торговый оборот. Свои предложения представители рабочей группы закрепили в специальном протоколе. В ходе этого визита стороны уже наметили будущие покупки. В область химии, машиностроения, это также наша железнодорожная техника, литье. А со стороны Белоруссии мы видим, что это поставка продукции машиностроения активно в область сельского хозяйства. Те направления, которые были заложены при заседаниях первых рабочих групп, мы их по мере сил развиваем. Состоится и ответный визит. Следующее заседание Чувашской белорусской рабочей группы планируют провести в следующем году в Минске. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии 2013 года не изменились. Остались на уровне декабря 2012 года. С 1 июля этого года изменения все же произойдут. Тепло, электричество, газ, холодная и горячая вода подорожают. Сегодня в госслужбе по тарифам рассказали, что ожидает жители республики. По сравнению с 2012 годом тарифы для населения в среднем за год увеличатся. На электроэнергию на 10,1%, холодное водоснабжение и водоотведение на 7,6%, отопление и горячее водоснабжение на 8,5%, природный газ на 14,5%. С 1 июня 2013 года были снижены нормативы потребления услуг холодного и горячего водоснабжения на общедомовые нужды. Изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2013 года по сравнению с декабрем 2012 не превысит установленное ограничение в размере 12% по многоквартирным домам, оборудованным централизованным отоплением. А там, где преобладает газовое или электрическое отопление, не превысит 15%, что в среднегодовом исчислении составит не более 6% к декабрю 2012 года. Электрическая энергия с 1 июля составит для городского населения 2 рубля 51 копейка за киловатт-час. Для сельского населения 1 рубль 76 копеек за киловатт-час. Рост тарифов составил для городского населения 14,6%, для сельского на уровень 15%. Цены на природный газ с 1 июля тоже изменятся и составит в размере 4 рубля 50 копеек за 1 кубический метр газа. Цены за коммунальные услуги в нашей республике на сегодня ниже по сравнению с другими регионами ПФО. Так, по сравнению с декабрем 2012 года по горячему водоснабжению мы находимся на втором месте снизу среди 14 субъектов ПФО. По электроэнергии, холодному водоснабжению и водоотведению на третьем месте, отоплению на пятом. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. В борьбе с наркоманией нужны более эффективные меры. Все чаще и чаще в обществе ведутся разговоры о возможности принудительного лечения. Говорили об этом и на заседании специальной антинаркотической комиссии. Она проходила под председательством главы республики. Михаил Игнатьев еще раз подчеркнул серьезность и важность проблемы. Наркомания представляет угрозу всему обществу. Чуваши выглядят лучше на фоне российских регионов. Ситуация в республике стабильна, но это не повод расслабляться. Для гладчиков попрошу реальные вещи называть своими именами. То есть, что происходит, мы должны владеть. Если мы будем скрывать какие-то цифры или приукрашивать события, то мы сами себя будем обманывать. В итоге ведем и ведемся сами тоже заблуждением. Эксперты остановились отдельно на том, как проходит постановка на учет освободившихся из мест лишения свободы и прошедших обязательно лечения. А также граждан, которых правоохранители привлекли к административной ответственности. Как показывает практика, эти люди обычно в зоне риска. Поставить на учет и лечить больных наркоманией конечно можно, но для этого требуется добровольное согласие. И тут медицина нередко бессильна. Остается лишь убеждать. А это зачастую равносильно в войне с ветряными мельницами. Есть и другие сложности. В республике с ноября 2012 года реализуется проект ресоциализации больных наркоманией, которые освободились из мест лишения свободы. По состоянию на 1 июня общее число лиц, которые были освобождены, составило 15 человек. Был разработан совместный план реабилитационных мероприятий, но, к сожалению, опять-таки отсутствует механизм понуждения данных лиц к ресоциализации. Данные лица по освобождению из мест лишения свободы могут уезжать другие регионы на заработки, могут не проживать по месту регистрации. И в этом случае, даже если наши сотрудники выезжают по месту жительства вот этого пациента, они его могут не обнаружить. И опять-таки привлечь к обязательному медицинскому освидетельствованию по закону не имеют, в общем-то, права. Разговоры о принудительном лечении звучат все сильнее, но решение все-таки за законодателями. По крайней мере, обсуждение по ресоциализации больных наркоманий заканчивается. А в следующем году целый пакет документов, возможно, рассмотрит Госдума. Ну а пока Чувашия выступает пилотным регионом. Сотрудники УФСИНа, медики, специально готовят своих подопечных за полгода до их освобождения. Результаты пока не впечатляют, но это с одной стороны. 15 лиц освободилось на территории нашей республики, которые пожелали остаться. Да, действительно. Но из 15 лиц на сегодняшний день мы смогли сработать только с четырьмя. Из них трое пришли сами в районах, одного привели мы. Остальные не проживают, не находятся сейчас на территории республики. Там шабашники и прочие на работах различных сезонных и прочее. Вот. Конечно, вопрос сложный, но, честно говоря, мы думали, еще хуже он пойдет. Еще одна трудность найти тех, кто употребляет новые наркотические вещества. Раньше сделать это было сложнее, сейчас с появлением специального оборудования стало проще. Как только удастся отработать методику, процесс пойдет активнее, уверен глава управления ФСК НФЧУВАШИ Евгений Барсуков. Вместе с тем, моментально распространяющиеся новые наркотические вещества теперь быстрее заносятся в специальный перечень запрещенных, что относительно недавно сильно затрудняло работу наркополицейских. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика. Мойте руки перед едой. Это выражение в последнее время стало не просто просьбой, а жестким наставлением. По всей России фиксируют новые вспышки серозного менингита. Ростов, Липецк, Москва, Астрахань, Адыгея. Случаи заболеваний зарегистрированы уже в нескольких регионах. Все больше детей оказываются в больницах. Но это не эпидемия, заверяют медики. Скорее, сезонная вспышка, поэтому детские сады и загородные оздоровительные лагеря закрывать пока не планируют. В Чувашии, по данным Минздрава, обстановка спокойная. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Мои коллеги обратились к главному педиатру Минздрав соцразвития Чувашии Ларисе Ноктевой, чтобы узнать, как уберечься от летнего гриппа. По последним данным, в Москве с интервирусной инфекцией госпитализированы 10 детей. У семерых из них подтвержден диагноз серозного менингита. В городе Елец в больнице оказались более 50 человек. У половины все признаки заболевания. Высокая температура, головная боль и рвота. Именно дети в группе риска. Ребенок, если он маленький, не может пожаловаться на головную боль, меняется его поведение. Он становится либо вялым, либо становится возбужденным, испытывая сильную головную боль. Результатом головной боли становится рвота. Затем признаки интоксикации. Состояние ребенка утяжеляется. Мама это должна заметить, это должна увидеть и вовремя обратиться к медикам. В Чувашии на сегодняшний день речи об эпидемии или какой-то вспышке энтеровирусной инфекции не идет. Ситуация стандартная. Если говорить на сегодня, в детской инфекционной больнице у нас находится более 80 детей. Из них шестеро детей, которым диагноз ставится менингит под вопросом. Двое из них уже выделены в избудители. Один гнойный менингит, второй энтеровирусный менингит. А вот остальные детки пока еще с неуточненными диагнозами. Но состояние их стабильное. И в принципе все под контролем. Вспышки сирозного менингита в разных городах вполне закономерны, говорят специалисты. Так бывает каждое лето, особенно в жару. Ни о какой эпидемии речь не идет. Энтеровирусы всегда чаще распространяются летом с водой при купании. Ситуация в Чувашской республике у нас на сегодня довольно-таки стабильная в плане инфекционных заболеваний. Если говорить о статистике, то ежегодно в Чувашской республике регистрируется около 30-35 случаев менингита. В зависимости от возбудителя клиники данное заболевание бывают гнойные, сирозные менингиты. Основная часть детей, это, конечно же, дети младшего возраста, младшего школьного возраста, грудничкового возраста. На сегодняшний день, за 6 месяцев этого года, за менингит перенесли 14 деток. Сирозные менингиты – одно из проявлений энтеровирусной инфекции. А вообще типов вируса более 70. Например, гнойный менингит вызывается бактерией пневмококом. Он никак не связан с энтеровирусом. Заражение происходит в основном фекально-оральным путем, то есть это пищевой путь передачи, через грязные руки, через некипяченую воду, через воду, если ребеночек купается, допустим, в водоеме, и там есть возбудители, он, естественно, заглатывает эту воду, происходит заражение таким образом. Возбудители могут размножаться на испорченных пищевых продуктах, молоко тоже самое испорченное, молочные продукты. То есть основной путь передачи – это все-таки пищевой, контактный. Сирозный менингит при правильном лечении проходит практически без последствий. И уменьшить риск заражения тоже можно, утверждают специалисты. Прежде всего нужно соблюдать элементарные правила личной гигиены. Самое главное – мыть руки перед едой. И вообще лучше всегда и везде. Пить только кипяченую воду, не купаться в загрязненных водоемах. Чаще проводить влажную уборку помещений, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением. А лучше ошпаривать кипятком. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии запущен новый информационный геопортал, подобных которому в республике еще не было. Опыт других городов показал, что подобные проекты востребованы. Миллионы просмотров в месяц говорят сами за себя. Новый геопортал для Чувашии разработан одной из крупнейших компаний России – С3СНГ. Основная ценность портала в том, что он объединяет отдельные данные разных ведомственных организаций в единую базу. И каждый пользователь имеет доступ к этой информации. Геоинформационный портал служит для того, чтобы дать возможность как министерствам, ведомствам, так и населению простым путем искать сведения, которые кто-то когда-то создал, кто-то за них отвечает, кто-то занимается их постоянным ведением, дежурством и актуализацией. Выглядит как обычный интерактивный веб-сайт. В нем есть инструменты поиска, в нем есть интерактивная электронная карта. Первый этап создания информационного портала сделан. Уже запущены сведения о земельных инвестиционных участках и культурных объектах. Увидим местоположение земельных участков на территории республики, которые инвестиционно могут быть использованы в инвестиционных целях, которые свободны от обременений, которые доступны. Можем посмотреть как кадастр и номер, расположение, площадь, показатели, для чего это предназначено. Вот таким видом. То есть нажав на кнопку мыши и получив информационную карточку. Еще предстоит заполнить сайт проверенными сведениями об организациях республики. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. История с продолжением. Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту издевательства над несовершеннолетними детьми в детском лагере «Золотой колос», продолжается. Следователи установили личности воспитанников лагеря, заснятых на видео. Это дети в возрасте от 8 до 10 лет. А также личности вожатых, которые участвовали в съемках видео. Два 18-летних первокурсника местных вузов, один из которых в 2010 году был осужден за кражу к 80 часам обязательных работ. Еще один – это 22-летний, нигде не обучающийся и не работающий житель города Чебоксары. Кроме того, также установлена личность молодого человека, который снимал это видео. Это 35-летний, нигде не работающий, не учащийся житель города Чебоксары, который в 2006 году привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. К 2-м годам лишения свободы условно. 35-летний молодой человек, который снимал это видео, он ни в каких трудовых отношениях с лагерем не состоял. В настоящее время мы проверяем, каким образом он оказался в ночное время суток на территории лагеря. Увестно, что директор оздоровительного лагеря «Золотой колос» уволен с работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме того, в СУСКе в рамках уголовного дела проверяют обращения от родителей, дети которых пострадали от этих псевдовожатых. Следственное управление Следственного комитета призывает родителей, чьи дети, возможно, также пострадали от неправомерных действий вожатых, либо иных сотрудников лагеря во время пребывания в нем, сообщить об этих действиях следователям по телефону 580-582-5804-77. Сегодня в администрации Чебоксара обсуждали звезд эстрады и популярные молодежные сериалы. Не удивляйтесь, повод, между прочим, вполне серьезный. Кого пригласить на день рождения города? На год старше столица республики станет уже 18 августа. Чем порадовать горожан в этот особенный день, решал Оргкомитет праздника на своем первом заседании. Группа Любе или Леонид Агутин, Юлия Савичева или Лариса Долина. Кто будет зажигать с большой сцены в день города – вопрос непростой. Здесь главное решить, какую публику порадовать. Или, как озвучили на заседании Оргкомитета, определиться с пафосностью. Все знают репертуары. То есть, если это, условно говоря, тот же Леонтьев, это четкая попса, это прыжки и так далее. Если Любе – это такой серьезный материал, который публика будет воспринимать уже немножко по-другому. Вайкуля, опять же, это более интеллектуальная, скажем так, певица. А тот же Николаев – это более народный певец, на который придут женщины, там любовь, неразделенные. Ведущих праздника будут определять из тех же соображений. И по ведущих меня просили обозначить. Значит, опять же, что мы с вами хотим получить. Если публика, опять же, элитную ведущий подтягивает, это, несомненно, тот же Ургант. Если более средняя – это, понятно, воля. Если нейтральная – абсолютно, то есть ни о чем. Это Лера Кудрявцева, просто узнаваем лицо. Что ж, кто будет развлекать чебоксарцев во время вечерней программы, еще предстоит решить. Зато со знаменитостью на утро, судя по всему, в администрации города определились. Разбудить горожан на зарядке со звездой пригласили Федора Емельяненко. Сейчас вопрос о его участии прорабатывается. Кстати, у тех, кто придет 18 августа к 9 утра на Красную площадь, будет возможность не только увидеть знаменитость, но и помочь прославиться родному городу. Планируется, что массовой зарядки будет оценивать комиссия книги рекордов Гиннесса. Кстати, праздник будет ощущаться не только в центре города. Я думаю, что на День города каждый депутат городской во своем округе, госсовета депутатов мы попросим сделать дворовые территории, праздничные мероприятия. И спортивные, и чтобы каждый горожанин был содействован. Не обойдется в этот раз и без мероприятий, которые уже успели полюбить жители. Чебоксарцев, как и в прошлом году, ждет большое скопление девушек в белом – это свадебный парад. И креатив на колесах – конкурс детских колясок, а истенок. Впрочем, готовят организаторы и кое-что свеженькое. В День города проявляются новые уникальные проекты, авторами которых зачастую являются сами горожане. Уже сейчас поступило ряд предложений, таких как провести в рамках Дня города фестиваль воздушных шаров, историческую реконструкцию «Чебоксарские стрельцы», в рамках Года экологии чебоксарцы предлагают организовать фотоконкурс «Мой город на Волге». До Дня рождения города осталось совсем немного времени. Оркомитет соберется еще не раз. Многие моменты праздника еще только предстоит решить. Зато уже сейчас, обещают организаторы, скучно не будет. Ольга Бырочкина, Николай Яковлев, Республика. В Екатеринбурге завершился международный театральный фестиваль современной драматургии «Калейдопляс». Гран-при получил Чуварский государственный академический драматический театр за спектакль «Баба Шанель» по пьесе Николая Каляды. По сюжету пьесы бабушки поют в ансамбле, чтобы забыть о возрасте и проблемах, чтобы видеть баяниста Сережу, которого они по-матерински любят. Но он привел в ансамбль новенькую, молодую и дерзкую, какую-то «Баба Шанель». В Екатеринбурге спектакль шел на чувашском языке, непривычном для зрителей. Многие слушали перевод только одной стороной наушника, другой старались уловить красоту речи. Диплом участникам фестиваля был вручен вечно автором Николаем Калядой. Членам жюри и критикам понравилась игра ансамбля бабушек. Почти в один голос отметили хорошую работу сценографа Валерия Яковлева. Сценическое пространство оформлено просто и точно. Особо отметили игру народной артистки СССР Веры Кузьминой. В лагере Алой Пруса открылась смена, в которой отдыхают дети с разных регионов России и из-за рубежа. Дети наших земляков, живущих вдалеке от родного дома, ездят в этот лагерь с 2005 года. Ведь у них есть реальная возможность стать ближе к культуре и традициям чувашского народа. В этом году ребята приехали из Татарстана, Мариэл, Беларуси, Московской, Самарской, Ульяновской и многих других областей. В рамках этнокультурной программы ЭТКЕР предусмотрено проведение разных культурно-массовых, образовательных и развивающих мероприятий. Я очень хочу, чтобы вы научились, глубоко изучили наш чувашский язык, чтобы вы передали эту любовь, эти знания своим родным. Родители прежде всего, потому что ваши родители, они тоже уже начинают забывать чувашский язык. Но самое главное, чтобы вы рассказали о древней истории чувашского народа, о великой истории Чувашии. Всего за пару дней дети уже успели выучить отрядные песни, речевки и девиз. Впереди еще немало интересного, ведь смена ЭТКЕР длится в течение двух недель. Детей ожидает многое, много интересного. Завтра мы выезжаем в Чебоксары на прогулку по Волге. Дети с удовольствием ждут поездки на кондитерскую фабрику «Аконт». Затем планируется еще поездка в Шоршилы, на родину третьего космонавта Андреяна Григорьевича Николаева. Летняя смена ЭТКЕР уже стала родной для многих ребят. Дети, побывав здесь однажды, хотят вернуться вновь. И это им удается. Некоторые ребята отдыхают здесь уже не первый год. Родители вовсе не против таких увлечений, ведь они замечают, как меняются их дети. То, что он уже по телефону не звонит через каждые пять минут. Я позвонила сама, я говорю, Артем, ну как у вас там дела? Все нормально. Ну все, мама, пока. Это уже говорит о том, что здесь такой благоприятный, доброжелательный климат психологический. Ему же, ему нравится. География желающих побывать в летнем лагере с каждым годом растет. На сегодня здесь отдыхают полсотни ребят. И наверняка у каждого останутся самые теплые воспоминания об этом времени. Татьяна Филатова, Светлана Аликинова, Андрей Спиридонов, Республика. Восемь спортсменов из Чувашии могут принять участие во Всемирной универсиаде в Казани. Это бегуны на длинной дистанции Алина Прокопьева и Наталья Пучкова, скороходы Веры Соколова, Марина Пандакова, Ирина Юманова, многоборка Кристина Савицкая, Борчиха и Ксилина Краснова и теннисистка Антонина Савельева. Еще несколько спортсменов находятся в резерве. Официальные списки появятся в ближайшие дни. Национальная телерадиокомпания планирует подготовить серию репортажей со Всемирной универсиады. И последняя информация на сегодня. Завтра в 20.30 национальное радио Чувашии приглашает всех на дискотеку Адалташи «Танцы на Волге». Танцевальная дискотека пройдет на теплоходе. Встречаемся завтра в половине девятого вечера. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь и приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин